Шаманайха Здесь заправляются Разница в бензине Сколько? 15 рублей, да? 16 С Россией Или 100 тенге Ребята, приехал я в Новосибирск Такие как подвесной потолок Вот такой, смотрите И он такой уровневый Купили мы рыбу в рыбном магазине Смотрите, вот оказывается по центру Новосибирска, здесь есть поезда Вот эта дорога, это ЖД Путь Сейчас только поезд проехал, я даже понятия не имел Купили мы рыбу Какая-то она как и называется Забыл, хотя и теолог рыбовод В общем вкуснее Нельмы Нельма стоит порядка, не соврать А эта рыба стоит вкуснее Нельмы Красная, дальневосточная Стоит 950 рублей Ну естественно так как рыбу купили То ребят, наконец-то сбылась мечта Мы купили холодильник автомобильный Который стоит сколько, 3600 3600 Таких цен у нас в Кемногорске нет У нас такой холодильник стоит Он работает и от сети, и от прикуривателя Вот сейчас у нас сзади он работает Потом вам снимем Поэтому мечты сбываются Оказывается все так просто Новосибирск Нам способствует в этом А сейчас мы пробуем Выдвигаться в Хакасию И попробуем просмотреть Саяношушинскую ГЭС Мачищенское шоссе Новосибирск Двигаемся мы Пока не скажем куда Но все равно не скажем Что хорошо Вот пока ехал я из Кемногорска В Новосибирск До Барнаула Было пекло, ребята Вообще реально Даже вишню, которую я вез У нас в этом году Урожай в Казахстане Вишни космический Какой-то Бывает ягодный Не ягодный год В этом году уже Наташа Собирала наверное Ведер 10 наверное вишни Ну мы раздаем ее конечно В общем вез сюда вишню Она практически вином взялась Но мы все равно ее не выбросили Мы сварили Гриша Сварил с нее варенье Молодец В интернете посмотрел Первый раз в жизни сварил варенье Кстати варенье высшее Ну она не взялась Но так уже начала Да Вот Потом Новосибирск еще хорошо Прохлада Слава Богу С одной стороны хорошо С другой стороны не знаю Вот Поэтому А пекло А у нас пекло стояло в Каменногорске Конкретно 31, 31, 31 Без кондиционера Спать было невозможно Это я не включал наверное На своей квартире кондиционер Гриша ты жил Я включал при вас кондиционер В общем лет пять точно Ребята не включал кондиционер Это сто процентов Внутри это точно И тут вот такое Да без кондиционера Было спать невозможно Даже мы наверное Придется кондиционер Вставлять другую комнату Я так думаю Потому что Вентиляторы Есть вентиляторами невозможно Не охлаждает Мы едем Сейчас забыл Какой это тоже шоссе Сюда Намэ называется Матчищенское Как называется Матчищенское Матчищенское шоссе Ребята Ну тут никаких нервов не хватит Потому что вот эта пробка И пробка Ну слава богу она двигается медленно Так сейчас я вот вам Продру вам так да Вот дождик нас радует Если честно После нашей После нашей духоты Конечно это здорово Хотя у Скаменогорска духота Она постоянно Постоянно меняется дождиком Меняется То есть сначала два дня духоты Потом дождик Два дня духоты Потом дождик Поэтому люди живущие в пустынях В всяких эмиратах В Дубаях Простите меня но Дубай Это самое ужасное Государство в мире По крайней мере По климату И потому что Там вообще не растет Зеленая трава Тут смотрите у нас везде растет Там такого чуда Вы не найдете Там я снял Помню два островка Где растет у них травка И то ее надо поливать С утра до вечера Ну в общем Вот это вот Раздражающие пробки Да Этим Новосибирь страдает Конкретно Люди все плохо живут А машин миллионы у всех Там куда-то Да? Да Вот нужно сначала Закрыть окошечко Чтобы подготовиться Вот смотрите Вот там на видео На то облако Все равно похоже на носорог Облако носорог А там рядом Вот тоже там нос торчит Можете сами додумать Похоже по моему На крысу На поросенка На собачку А рядом тоже там Вот это вот третья Так это вообще Три в одном Осорог уже рассосался Кстати Вон третья тоже Похоже на такую Какую-то полку Ну Вот что хочется Вот видите Кемерово Да Кемерово Грубо 200 километров Сейчас Но мы уже какое-то количество Кемерово проехали Наверное больше От Новосибирска Но тем не менее Похвалить хочется конечно Дороги российские Вот это построили недавно Мы сейчас старую карту посмотрели У нас есть старый Атлас такой Не знаю сейчас достану его Не достану его Нет не достану ребята Я потом снимем вам его Это моя любимая книжка Которую я В детстве смотрел И думал Как я хочу Покататься по этим дорогам Ну вот видите Желания Сбываются Так вот там Дорога до Абакана Только из Красноярска Только из А сейчас пожалуйста Можете из Кемерово Там еще куча всяких Дорожек Есть Ну конечно их надо проверять То что зелененьким там Нарисовано В том атласе Зелененьким дорожка Мы поехали вдоль Пири однажды По Алтайскому краю И там Это был ужас конечно Тихий Но вот эти дороги Хочется сказать спасибо Кому? Путину может сказать Может Путину Дороги вообще идеальны Постань таких дорог не хватает Вот сейчас у Скаменогорска Алмата строят Я надеюсь что построят такую же А конечно возле Алматы и Астаны Дороги конечно тоже идеальные Такие же Но Возле Скаменогорска Таких дорог Мало Сейчас вот впереди там есть Фура вот эта идет А вот эта беленькая Это УАЗик скорее всего Патриот какой-то Вот Вот Этот УАЗик ну маленько тупит Маленько медленно Вот сейчас его тоже обгоняет Это Кто там Исана или неизвестно Я не знаю Легкого какая-то Вот Так самое интересное Вот та фура Обогнала этот УАЗик Под запрещенный знак Через сплошную И еще мало того что обогнала То есть встречку еще загнала на обочину Это жестко вообще Вот это ж Вот сейчас там Эту фуру обгоняют Это вообще интересные правила движения Здесь конечно в России А на самом деле конечно лучше Вот впереди фуру эту пропускать Вам не страшны Ни лоси Ни медведи Ни дебилы Ни встречные Там отказали тормоза Ни заснувшие Никакие люди Вот в принципе вот когда вот так Впереди вот такой ледокол Вы имеете То в принципе самая безопасная езда По вот таким трассам Где нету Как называется Отбойников Да посередине Отбойников Потому что В Америку с кем я переписываюсь Они говорят У нас якобы везде есть Ну они гонят конечно тоже В Америке не везде есть отбойники Но на большинстве трасс да У них отбойники есть посередине То есть ни встречка вам никакая В лоб не прилетит Смотрите как стоячих обгоняет вот эта фура Молодец Вау Вот так она Тисалась Молодец Это скорость 100 км в час Вот Это значит у него где-то 120 В России якобы разрешено 20 Да допустимое Ну да 100 значит 119 нужно ехать Якобы так Ну дорога красивая Но вот нам гор не хватает Если честно кто вот Более менее Горам приучен Это 200 Что 200 Это пролетел А ну это 200 Да Точно 200 Вот Кто горам приучен А вот какая-то сопка все видите Я извиняюсь Ничего себе Сопка ура Сразу Бог услышал видать Думаю Татья не хватает гор Ну вот Да действительно Вот сопки начались Ну сопки скорее всего Тут уже при подъезде Вообще дорога Новосибирском Да Новосибирском Потом будет сверток Возле чего Болотное Болотное И мы там сворачиваем На Кемерово Попробуем снять Зимнюю вишню В Кемеровом Были То есть зимнюю вишню Видели Убогое такое здание Бывший завод Не помню уж чего Там он завод какой-то Ну подъехали Но заходить туда даже не заходили Потому что Там сейчас парк Там да Сейчас якобы разрушили Теперь парк Вот такая сопочка хорошая Так что Надо часто Часто произносить Чего вам не хватает жизни И сразу же вам это дадут Вот пожалуйста Пример Вот машина впереди нас едет По-моему у него Внутряк наверное Потому что Отлетают Кусочки резины И проволока Отлетает Вот мы сейчас Нареха его обгоним Я не знаю как его посигналить Никак ему не посигналишь Сам должен чувствовать Наверное Внутреннее колесо Скорее всего Спустило И разваливается По частям И прям кусочки резины По асфальту Ну не знаю чем Чревато это для него будет Если второе колесо рванет То он может на обод И может даже я думаю Перевернуть его Если он груженный Ну как бы видите Это не наши проблемы Человек должен чувствовать Все сам Это болотное Тут скоро будет сверток В одну сторону Кемерово Ну вот так С другой стороны Зеркально выглядит Болотное Ян Толоп А в другую Томск 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 Открыли Кемерово Ян Толе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорожки пока еще до сих пор неплохие Я бы сказал даже замечательные Фуры вот впереди, видите, фуры обгоняют нас как стоячих Хотя мы сотню едем Ну сотня это для России, это ни о чем Все едут почему-то здесь 120 минимум А вообще любители есть на 150 Хотя тут запрещено Ну как-то так уже возраст у меня, ребята Мне сотни достаточно, я никуда не спешу уже в этой жизни И вот таких достаточно много знаков Много знаков Посмотрел я Олесь Петрович, по-моему Тоже хороший блогер С какого-то кора Допотопный где-то В Якутске Возле Якутска Там где морозы, минус 50 И парень ездит на портале Сам гружу, сам вожу И снимает Там у него колеса раскалились До Красна Вообще колодки оказывается Как сложно с этими грузовиками Мама моя Как хорошо, что я избавился Вот до Кемера, оказывается, 100 километров уже Даже я не знал, что до Болотного Мы сотню стою проехали Поставь, показано Да Вот Ну вот такие вот особо опасные участки И там много, особенно вот где Какой-то перевал есть возле Байкала На Байкал мы в этом раз не успеваем Перевал И там столько уходит грузовиков Ну уходят куда Соответственно пропасть уходит Из-за того, что отказывают тормоза Из-за того, что раскаляются колодки Потом раскаляются Потом загорается резина Ну и страх У него, слава богу, не загорелась резина Он вовремя остановился Ну а это стоят пробочки Это такие объезды в России Кстати, неплохо Вот сейчас оказывается битумом полили Вот эту сторону И в общем пропускает сначала левых Потом правых Стоит светофор Но здесь стоят регулировщики с рациями То есть там говорит И по времени очевидно Сначала левое крыло пропускают Потом правое Ну как бы мы уже едем Вот минут пять И до сих пор эта пробочка До сих пор продолжается Но это очень здорово Потому что смотрите Болели битумом И по этой стороне не пускают машин У нас в Казахстане Ребята, у меня вот зад Весь битуме Специально вам сниму У нас по-моему Пофигу Болели битумом И все едут Мне кажется Надо такую практику Перенять Казахстанцам От России 104 Кемерово 90 с чем-то Вот она Кемеровская область Вот сейчас мы вам наведем Дорожки везде Ремонтируется Это нас очень сильно радует Потому что мы решили Все больше мы не съезжаем На грунтовые Вообще на таких автомобилях Тем более Эта корола очень низкая Я не представляю Как мы рванули В прошлый раз Кату и Рык Там была страшная дорога Км 100 Грунтовки страшной С камнями И повернули Это бетонный завод Или бетонный завод Или кровийный завод Ну который делает Асфальт Для этой дороги Они такие Транспортабельные Заводники То есть Можно с места на место Перемещать Но это Дорожные службы Выборщики живут Вахтовым методом Которые ремонтируют Эти дороги Ну молодцы Россияне Вот Кузбасс Написано Видите Кузбасс Юргинский район Вот какие-то фильмы Были с Юргой Юрга Юрга Связаны В Юрге По-моему Ну по фильму По крайней мере Было сейчас Не знаю По-моему Там военный городок Мною Подсказывает Горяшим Если много Что там военный городок Стихи даже получаются Я не ошибаюсь Березы красивые Значит много Березового Березового сока И Много Чайки Гриб Такой Березовый гриб Который очень полезный От всех заболеваний А березовый сок Я видел даже Но это надо разрешение Брать это не так просто Собирают Прям Система труб И вот целый гектар В этой системе труб И кленовый Кстати так собирают Сироп То есть кленовый сок Потом из него делают Сироп И вот березовый сок Очень ценная вещь Товарищи Очень полезная Очень невероятная Вообще вкусная Раньше При Советском Союзе Вот что было То было Трехлитровых банках Огромных Продавался Березовый сок Настоящий Истинный Очень удивительно Вкусный И недорогой Прям трехлитровые банки Пожалуйста Бери не хочу Я здоровлю Вот мы стоим Уже полчаса Реально Вот очередь Показывали Да Это другая очередь Только уже не в нашу пользу Это уже в пользу Вот этих товарищей А еще самое страшное Что мы сидим И к нам залетают Мухи Заколебали Вот мы не можем вам показать Мы то думали Мы в болотном Мы стояли Там вообще миллиард Мух залетело И они уже как бы Конец лета И они какие-то Кусучи такие становятся Противные Или они лазят противно Или они Тусают Да скорее всего Скорее всего кусают Наверное челюсти у них есть Надо посмотреть Мандибулы же есть у мух Кто не знает Что такое мандибулы Посмотрите И строение члестоногих А мухи это члестоногие Надо вот Пинзекты я точно знаю Проходил все это Но видите Памяти нет В общем Вот так вот ремонт И дорог страшно происходит Вот уже стоим полчаса Полчаса Может быть даже уже больше И вот так эти едут Едут Только это другая очередь Это все на Кузбасс А на Кузбассе Был наш земляк Тулеев Правильно в Кемерово Правильно Губернатором И много-много лет И пробовал он там Товарищей Губернатором Ровно до пожара В зимней вишне Точно А потом Поставили его Зама Который Не Постыдился Встать На колени Перед народом Он встал на колени И говорил Простите нас На колени И простите нас Хотя в принципе Я считаю что Начальство Виновата Но оно не виновата Ну сейчас он такой Уже перился С борзой Стал губернатор Не знаю Забыл какого фамилия Потом ему покажем Может там фоточки Его есть Смотрите товарищи Какой ремонт Вообще грандиозный Тут идет Мамочка Мама Мамочка И мы стояли В общем час здесь Вот я вам скажу Что сейчас Вот мы поехали И только главное Только я соберусь У меня игрушка Есть такая волшебная Только я соберусь играть Ну в телефоне Только соберусь играть Мы начинаем двигаться В общем Как только вы встали В такую пробку Берите В руки игрушку И сразу начнете двигаться Это закон Такого падающего бутерброда И скажу вам по секрету Если честно Реверсивное движение Вот это Загорелся нам красный Я хотел остановиться Но сынок у меня Сильно борзый Он говорит Папа И мы поехали Мы поехали на красный Короче на тот А фура за нами Она если честно Остановилась Она остановилась Я поразился Она не такая борзая Как мы Хотят Торсиане все Борзые-переборзые В этом отношении Ну в общем Как-то так Видите Мы проехали И никому мы сто лет не нужны Так что если вдруг Перед вами загорелся красный свет То я вам советую Потому что там еще Опять будешь ждать полчаса Вот смотрите Вот этих всех товарищей Сейчас будешь ждать А товарищей Я даже и Не знаю Не буду вам снимать Или что Давайте Ну давайте снимем От оператора Конечно зависит Слушай Надо нам Вот этот Который мы купили С тобой Как его Вот он сюда Ты помнишь Мы были Сыном тоже В Харгосе Это Там Рынок есть На китайской стороне Сейчас Стесно он закрыт В связи с пандемией Уже второй год Ну как бы да Как бы вы Без всяких виз Попадаете За границу Это Это В сторону Жаскента Только Жаскента Который За Талдыкурганским Перевалом Талдыкургана Поворачиваете Влево И до Китайской границы И там На нейтральной полосе Построили Огромный Мини городок Базар Ну вот Все Мы сейчас Проехали Засеките Сколько времени Скоростью 60 км Я сейчас ехал Сколько минут 10 Ну 6 км Ребята Что-то нам везет Сегодня жестко Вообще Вернее наоборот Вот такие знаки Вот это впереди Реверсивное движение Это уже Четвертый Да? Ну да Четвертый Четвертый Прикол уже Товарищ Это Это И есть Хорошо Ну ладно Сейчас зато Начнем играть Я думаю Еще закончится Ну в общем Конкретно Не везуха Это уже Пятое Реверсивное движение Это я помню Когда строили Дорогу Павлодар А что Павлодар Павлодар-7 Владис наверное Или Павлодар-Астана И мы как раз Ехали с Астаны С Экспо С Экспо ехали С Наташей Вот это было Жестко Товарищи Это вот Один в один Может быть Нам не повезло А сейчас говорят Вообще Хоть лети У нас Зять вот ехала С Астаны Ну они что-то Утром выехали Уже после обеда Были В Астане То есть Фу Нур-Султане Сейчас называется Извините Это я без одни мыслей Вот Нур-Султане уже были Утром выехали Рано-рано Часов шесть И уже были В Нур-Султане В 5 часов Так что Сейчас дорога Хоть катись боком А сейчас Нам как бы не повезло Предупреждаю всех Кто не хочет нервничать Если сильно нервно больны То не стоит ехать Из Новосибирска По этой трассе Лучше через Красноярск Наверное Хотя там Намного больше Через Красноярск Кемерово Не проедешь В чем Через Красноярск Вообще Без проблем По старой карте У нас Только дорога Через Красноярск Была Кемерово Ты что В Кемерово Вообще Без разговоров Мы через Красноярск Кемерово Ехали Когда ехали на свадьбу Мы ехали У нас брат В Красноярске живет Я немножко Не допонимаю С Барнаула Сворачиваешь И прям через А мы зафига В Кемерово Приезжали Прям через Кемерово В Красноярск Да Ну я и говорю Ну Ладно Ты мне не пойду Я не пойду